Доброе утро! Я очень долго думала, как начать влог, и вот я начинаю его в 4 утра. Вы слышите мой голос очень хриплый, я немного не выспалась. Мы сейчас собираемся и уезжаем на юг России к родителям отдыхать. Кстати, мы уже в новой квартире. Вы пока видите только маленькую ее часть. Здесь еще все не очень красиво. Вот сейчас я вам покажу. Там очень много коробок. Вот, смотрите. Я помню, что я обещала вам показать квартиру, и я покажу обязательно, когда хотя бы вот этого не будет, и все еще не готово. Но мне уже так здесь нравится. Знаете, что я сейчас вам покажу? Я покажу вид из окна. Мне кажется, это просто потрясающе, и я влюбилась в этот вид с первого взгляда. Когда мы покупали квартиру, мы не знали, что здесь будет такой чудесный вид. Посмотрите. Потрясающе, правда? Вот здесь мне нужно еще собрать вещи, потому что все еще не до конца собрано. Мы хотим отвезти часть вещей родителям. И у нас еще есть очень много подарков. Надеюсь, что все, что мы не собрали, сейчас влезет в машину. Я сейчас допиваю свой кофе, мою посуду, дособираю вещи, и мы спускаемся вниз, и нам ехать, наверное, 16 часов. Мы первый раз так долго поедем на машине. Я надеюсь, что все будет в порядке. Все уже пять? Да. Нет, еще 4,50. Ну что, спускаемся на лифте, садимся в машину, и поехали. Привет, малышок. Ну не бойся, не бойся, просто закрывается багажник, все хорошо. Неплохо. Поедем? Да. А второй пакет ты куда положил? Лоник тысяч. Ну хорошо. Так, ну что, мы приехали на заправку, чтобы заправиться. Не знаю, как показать вам. Мы сидим в машине, а мой молодой человек пошел заправлять машину. Собака, как всегда, дышит и будет вот так дышать всю дорогу. Нам ехать еще 14 часов. Вот, очень хорошая погода, это меня радует. В общем, ничего интересного, просто едем, едем, едем. Скоро остановимся, чтобы позавтракать. Я уже немного позавтракала, но Олег пока нет. Вчера мы ходили вечером на фудкорт пообедать в новом районе, куда мы переехали. Мы заказали еду, сидели, ждали, пока нам ее принесут. И ко мне подошел молодой человек и спросил, зовут Ира ли меня зовут? Я сказала, что да. Он спросил, вы учитесь или вы учились в МГИМО? Я говорю, нет, я там не училась, но я там работаю. Он говорит, я вас знаю, я смотрю ваш канал и я, можно сказать, ваш фанат. И первый раз ко мне кто-то подошел, и мне было так приятно, что кто-то не постеснялся, подошел и сказал мне спасибо. И я потом написала пост на канал, что если вы стесняетесь ко мне подойти, когда вы видите меня, не надо стесняться. Я очень рада буду с вами со всеми познакомиться, поздороваться. Вот, поэтому если вдруг вы меня где-то увидите, обязательно подойдите. Я буду рада обнять вас и поговорить с вами, спросить, откуда вы, почему изучаете русский язык и так далее. В общем, я вчера была такая счастливая, потому что это был первый раз, когда кто-то меня узнал. Было здорово и очень приятно. Так, у меня уже болит рука держать камеру. Это мой первый влог, поэтому он будет, может быть, не очень оригинальным, но я буду стараться. Собака, мы едем в Яйск, в Чипу едем. Да? Едем к Чипу и к тете Кате. А там еще есть новая собака. Новую собаку зовут Вук, он еще маленький. Надеюсь, он тебе понравится. Сейчас придет Олег, не переживай, не переживай, пожалуйста. Все в порядке. Чуть-чуть вышли погулять, отдохнуть, потому что очень тяжело ехать. Коль, пойдем на травку. Вот, сейчас немножко погуляем, поедим, наконец-то, и поедем дальше. Еще ехать девять с половиной часов, еще успеем устать. Пробка, 35 минут. И она вот там еще. Сейчас уже 22.50, и мы еще пока не доехали, но скоро уже приедем. Доброе утро. Я уже проснулась в Яйске, точнее, как проснулась. Вот, Вольт меня разбудил, и мы вчера очень поздно приехали, поэтому я уже ничего не могла снимать. А сейчас мы идем гулять, и я обязательно покажу вам, как выглядит парк в моем родном городе. Парк, около которого я всегда жила. Очень красивый. Пойдемте посмотрим. Направо, Вольт. Пошли-пошли, направо. Здесь площадка для детей. Это кафе, которому уже очень много лет, но, видимо, может быть, оно уже не будет работать. Мы с идем в любимое место Вольта. Он там любит играть с другими собачками. Правда, он не очень дружелюбная собака. Поэтому я не уверена, что мы сейчас с кем-то поиграем. Он мало с кем дружит. Вот здесь зоопарк. Я, правда, никогда там не была, но говорят, что он маленький, и детям очень нравится. Пойдем сюда, Вольт. Нет? Ну, ладно. Нет, кажется, мы не пойдем туда, куда я хотела. В общем, гулять там, где хочет Вольт. Искренне надеюсь, что вам будет слышно меня без микрофона. Я снимала влоги пока только в Южной Корее. И там это было странным, но там вообще ты был странным. Потому что на меня все обращали внимание из-за моего цвета волос. И сразу было видно, что я иностранка. Но вот здесь, в моем родном городе, тоже снимать влоги странно. Люди смотрят на камеру так, как будто я держу в руках СМИ, по меньшей мере. Поэтому я чуть-чуть стесняюсь снимать. И я знаю, что не очень хорошо снимать других людей. Поэтому я, например, сегодня утром не снимала вам мою бабушку. Я еще не обсудила с ней, хочет ли она быть на видео или не хочет. Также я не хочу сразу снимать свою семью. Потому что я не уверена, что они готовы быть в видео. Когда я спрошу у них, и они согласятся, тогда они появятся в моем видео. Но я надеюсь, что они будут не против моего молодого человека. Я вам показываю, потому что он, в принципе, не против моих видео. И он во всем меня поддерживает. Так вот, почему я вчера ничего не снимала еще раз? Я очень устала. Мы вчера приехали поздно. Это была первая такая долгая поездка на машине с тех пор, как мы ее купили. Мы ехали 17 с половиной часов. И все время за рулем был Олег. Мы планировали меняться. Но он, как мужчина, решил, что он один может поехать. И сказал, чтобы я отдыхала. Но я все равно сидела, смотрела на дорогу и представляла себя водителем. Смотрела, что бы я делала в такой ситуации. Потому что были не очень приятные ситуации. Вот. И сегодня я очень хочу увидеться со всей моей семьей. Потому что пока... Вольт, фу! Фу! Ну-ка, уходи. Уходи, вставай. Посмотрите, что делает эта собака. Посмотрите, что она делает. Я тебе не разрешаю валяться в птицах. О, господи. Теперь он будет вонять. Его нужно купать. Так вот, на чем я закончила. Сегодня я планирую увидеться со всей моей семьей. И, может быть, еще сходить куда-нибудь купить кофе. С мамой, с папой, может быть, с братом. За счет брата я не знаю. Потому что он приехал сюда с девушкой. И я думаю, что он будет очень занят. Это мой зрений брат. А мой младший брат, он готов на все. Он еще маленький. Вот. Так что планов особо никаких. Может быть, я поеду на море. Пока не знаю. Я хотела бы поотвечать на ваши комментарии. Потому что их очень много после поста, который я написала в ночь перед отъездом. Но я бы хотела сейчас чуть-чуть отдохнуть. И потом уже начинать работать. Начинать отвечать на все. Начинать монтировать видео. Хочу, чтобы и глаза отдохнули. И так далее. Кстати, посмотрите. Здесь очень классные граффити. Они мне очень нравятся. У меня, кажется, в инстаграме даже есть фотография с какой-то языке граффити. Здесь была некрасивая больничная стена. Но ее сделали более красивым. На мой взгляд, граффити это красиво. Так, идем дальше. Я сейчас покажу вам музей. Очень известный музей в нашем городе. Музей Ивана Поддубного. Вот этот музей Ивана Поддубного. Многие его знают. А вот памятник Ивану Поддубному. И вот там еще его могила. Если Воль сейчас захочет туда идти, мы тоже туда пойдем. Иван Поддубный, известный спортсмен, силач. Так, собака меня закрутила. Оп. И мы идем дальше. Пойдем, Воль, покажем могилу Поддубного. Очень жарко. И Воль, кажется, тоже немножко жарко. И он, по-моему, уже хочет домой. Поэтому, кажется, сегодня у нас прогулка будет не очень долгой. Так, ну вот, мы пришли к могиле Поддубного. Она всегда очень ухоженная. Здесь всегда есть цветы, венок. Очень красиво, мне кажется. И она здесь всю мою жизнь, сколько я себя помню. Да, вот смотрите, там написано, русский богатырь Иван Максимович Поддубный, заслуженный мастер спорта, чемпион мира по борьбе и годы его жизни. Так, ну что, идем дальше. Батут. Не люблю батуты. Уж в детстве я чуть не сломала себе там шею. Посмотрите, это очень вкусные фрукты, которые здесь, на юге России, называют жердели. Но вообще, это абрикосы. И они очень вкусные, их очень здесь много. И видите, они даже лежат на земле. Моя бабушка, кстати, тоже вчера купила мне абрикосы. Очень вкусные. И я вчера приехала и сразу съела целую тарелку. Все, посмотрел. Пойдем дальше. Вот эта аллея новая. Ну, здесь все сделали заново. Но вообще, она, конечно, всегда была здесь всю жизнь в этом парке. Я ходила так в Дом культуры на танцы и так далее. Мой младший брат говорит, что бабушка живет в зеленом доме. Воль, идем сюда. Мы пришли, бабулечка. Ой, спасибо. Сейчас вольские к нам придут. Понятно. Они едут на море, а взять... Доброе утро. Уже понедельник. Вчера я только чуть-чуть снимала вам утром. А потом у меня было так много дел. Мне нужно было поехать к маме моего молодого человека, потому что у них щенок, корги. Я хотела с ним поиграть. И мы хотели познакомить нашу собаку с ним. К сожалению, знакомство прошло не очень хорошо, потому что моя собака не любит щенков. Поэтому сегодня мы попробуем еще раз. Потом я ездила в кондитерскую, чтобы купить любимые эклеры моей мамы. Потом я поехала к моей маме. Папой моего не было дома, потому что он был на работе. А потом мы встречали наших друзей, которые через наш город родной едут в Крым отдыхать. Они сегодня еще здесь, поэтому мы еще сегодня с ними встречаемся. И я вернулась домой в 2.30 ночи. Очень устала. Мои друзья все пили вино на пляже, но я не пила, поэтому я потом отвезла всех домой и сама приехала домой. Вот. И сейчас, наверное, уже 10 часов утра. Да, почти 10, и я скоро поеду по делам в центр города. Я поеду делать брови, потому что я уже давно ничего не делала, и нужно немного заняться собой. Вот. На улице сегодня не очень приятная погода, дождь, поэтому я поеду на машине. Мне нужно сделать еще несколько дней дела в центре города, и мне нужно отвезти друзьям кукурузу, потому что они вчера забыли ее в моей машине. Поэтому, наверное, я сначала поеду туда, а потом еще поеду покупать подарок моему младшему брату, потому что я ничего не купила в Москве, у меня не было времени, и я всегда приезжаю к нему с подарком, он очень ждет, поэтому я сказала ему, что забыла подарок здесь, у бабушки, где я живу, и завтра привезу ему. Поэтому сегодня нужно обязательно купить подарок. Но сейчас у меня есть еще 20 минут, чтобы немного позаниматься делами, и я, кстати, пишу субтитры для видео, которое выйдет в августе. Я сейчас покажу вам это видео в аэропорту. Да, у меня такой рабочий стол здесь на кресле. Вот, видите, как выглядит моя работа, когда я пишу субтитры. Я включаю автоматические субтитры, которые создал YouTube, а потом редактирую их, ставлю знаки препинания, пишу заглавные буквы и так далее. Надеюсь, это видео вам понравится, потому что мне оно очень нравится. И посмотрите, как спит моя собака. Мне кажется, он сегодня очень устал, он сегодня даже не захотел нормально гулять. А вот это цветы. Я подарила их бабушке вчера, она очень любит такие цветы. Вот, так что я пойду писать субтитры, и, может быть, сегодня возьму вас с собой, если у меня будет время что-то поснимать, потому что, несмотря на то, что у меня отдых, дел очень-очень много. Привет! Я уже сделала все дела, которые я хотела, и сейчас поеду на пляж. К сожалению, у нас очень плохая погода. Не знаю, видите вы или нет, но у нас идет сильный дождь. Но сегодня последний день. Наши друзья в городе, они хотят покататься на виндсерфинге. А я просто поеду и посижу там под навесом, в кафе, посмотрю, поснимаю для вас. Просто хочется подышать свежим воздухом на море, но так как купаться нельзя, хотя бы так поеду на море. Купальник я еще даже не доставала. Хотя вчера было жарко, но, честно говоря, не было желания купаться. Завтра тоже обещают пасмурную погоду, но потом будет жара. Поэтому потом обязательно пойду на пляж. Ну что, поехали! Знаете, что я вам сейчас покажу? Я покажу вам море! Смотрите, сейчас я сделаю вот так. Смотрите, это море! Там, правда, дождь и очень сильные волны и ветер. Но ничего, мы сейчас пойдем, и я покажу вам море поближе. На самом деле я обожаю море, потому что я выросла на море, и для меня море это что-то особенное. Так, ну что, сейчас я соберусь, выйду из машины и буду вам показывать. Но, наверное, я покажу уже, когда дойду до навеса, чтобы камера не была под дождем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот как к столу находка. Ха-ха! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне кажется... А, ну нет, там просто засахарилось что-то у нас. Ему нормально будет ботно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, да, да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, слушай, у них что-то грязное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это мой офис. Я сейчас редактирую видео вопросы и ответы, которые я снимала для вас еще в Москве. Вот так вот выглядят вопросы. Я их так сохраняю, потом напишу, исправляю ошибки. Вот сейчас вот так монтирую видео. Я думаю, что оно выйдет на следующей неделе, если я успею сделать субтитры. Вот здесь у меня фрукты, которые мне купила бабушка. А вот это... Вот эта игрушка, которую я делала сама. И здесь есть на самом деле еще одна, но моя собака забрала ее и положила сюда на кровать. Вот еще есть такая. По-моему, они милые, не знаю. А что еще вам показать? Это цветы, которые уже умерли. Я подарила бабушке. Бабушка очень любит цветы. Это мои игрушки. Покажу сейчас вам комнату, старую комнату. Эта комната после меня была комнатой моего брата. Сейчас это не чья комната. Там чуть-чуть бардак, поэтому не обращайте внимания. Вот она. Вот мой стол. Здесь бардак. Здесь мои вещи. И здесь тоже мои вещи. Это... Я была в лагере. Это мои книги. Что еще тут интересного? Это мы участвовали в «Что, где, когда?» Такая игра. И мы заняли... Какое место? По-моему, третье место. И это тоже. Да. Вот третье место. И это картина, которую мне рисовал друг. И это много-много-много книг. И это я с моим братом, наверное, в восьмом или в седьмом классе. И это тоже мы едим жареную картошку из сковородки. Я, кстати, надеюсь, что все хорошо слышно на видео, потому что микрофон у меня сзади. Это телевизор. У меня там нет телевизора. И попыткой промывать полос в лазнице. Моя бабушка не хочет приобрести. Она приготовила мне очень вкусную штуку. Это баклажаны. Достаточно двусмысленная. Сейчас я сделаю так. Вот. Это баклажаны с овощами и со сметаной. По-моему, со сметаной. Это фрукты, черешня, апрукси, виноград, абрикосы. В яйске очень много абрикосов. Это редиска. Это моя бабушка. Бабушка, фомахай, пожалуйста. Или помаши. Вот. Ну, вот как и так. Все, буду сейчас опять смонтировать видео. Здесь мне еще нужно решить вопрос с моей работой, чтобы всех учеников расставить на следующую неделю. Смонтировать видео, написать субтитры. А потом, а потом я поеду на море. Я, кстати, еще не купалась ни разу. И сегодня я первый раз поеду купаться. Говорят, что вода очень теплая. Я надеюсь на это. Вот. Но на улице сильный ветер. И я не очень люблю быть на пляже, когда сильный ветер. Вот. Так что мы сегодня с вами, наверное, еще увидимся. Я хочу, честно говоря, ехать на пляж в такой ветер. Но, по-моему, по-моему, он будет до нашего отъезда. Я бы не сказала. Судя вот по этому, по сквозняку у нас. Не, ну там сегодня тепло. По крайней мере, точно теплее, чем вчера на набережной поздно вечером. Ты хоть скажи, они пропитались? Да. Но я сметану наливаю всей души. Точно пропитались. Что она бы текала. Хочешь, я еще сметану кидаю? Не, не, не хочу, спасибо. Нет, ну может ты где-то будет суховар. Нет, нет, правда, здесь ее достаточно. А ты не будешь есть? Я сейчас нет. Вот она сметанка. Это продают эти фермеры, привозят на машине. Ну, именно они за государством все заключили. Она жирненькая? Нет, она не жирная. Но я не буду, здесь, правда, много сметаны. А не в Китае, она сметана в Китае. Вообще, еще не время обеда, я уже все ловлюсь. Ну, ладно, я завтракала очень рано, так что можно уже пообедать. Что это, это овощи? Ты бы съела что-то. Фиг, снят. Что, так быстро белье постиралось? А как она быстро? Просто, мне кажется, у меня очень долго стирается. Да, это тебе кажется так. Ну, смотря на сколько тут же вот она на девятке стоить. Ну, у меня тут другие программы, сейчас у меня вообще не стиральная машина. Вот для цветной стирки при 40-50 градусах. Вот я при 40 стираю. Я при 30 обычно стираю, потому что я боюсь, что 40 вещи станут на куколок. Нет, у 40 это, ну, смотря какие вещи. А тут что? Что сделается с твоей футболкой черной, когда она... Ну, вот она высохнет, и мы узнаем. Нет, там же есть для шелка, понимаешь? А это что? Это хабрит. Вот она. Нет, с этой точно ничего не будет. Ну, зато они все в шерсти отболят. Ну, конечно. Все буквально. Ты же нашу машину не видела. И она не отполаскивается, дело в том, что... Да, ее надо только роликом убирать, липким. И брюки, и все. Я хочу сегодня пойти в машину немножко почистить. Вообще, надо пропылесосить, но... Ну, это уже когда в Москву вернемся, потому что все равно мы обратно будем ехать, и шерсть будет везде. Честно говоря, я так хорошо здесь отдыхаю. Несмотря на то, что я еще не была на море, не купалась, и первый раз поеду сегодня, все равно я чувствую, что моя голова уже отдохнула. Хоть я немножко занимаюсь каналом, пишу субтитры для видео, монтирую, все равно здесь я отдыхаю, я ем свежие фрукты. Посмотрите на эту красоту. В Москве это или стоит больших-больших денег, или такое просто невозможно купить. Это абрикосы, они здесь везде, они на деревьях, на асфальте, их очень много, и они безумно вкусные. И здесь очень-очень вкусная черешня. Я обожаю черешню. Вы понимаете, насколько она вкусная. Видите, ее уже почти нет. И я просто так соскучилась по своей семье. Сегодня вечером я и мой молодой человек пойдем к моим родителям, хотим посидеть, поразговаривать. И там будет мой брат со своей девушкой, они тоже приехали. Сейчас познакомлю вас со своим братом. Сейчас он руки помоет. Что там? Ничего. Он думал, что душ включен. У кого горло болит, у тебя? Да. Как в садике дела? Хорошо. Да он это заболеет как-то. Ну-ка. А? Открывай ручили. Ты моя любимая собака. Мы сейчас едем на море в станицу, недалеко от города, где-то, наверное, 30 км. Станица называется Должанская. И город, где живут мои родители и где я родилась и выросла, он находится на берегу Таганрогского залива. А мы сейчас едем в станицу, которая стоит на берегу Азовского моря. Многие местные ездят туда купаться, потому что море там глубже и чище. Ну, я думаю, вы, в принципе, и сами все увидите. Сегодня очень хорошая погода. И вчера была тоже неплохая. А в понедельник и во вторник был дождь. Я делала дела, ничего практически не снимала. Мы были на море, но было не очень приятно. И мы не купались. Поэтому я надеюсь, что сейчас я накупаюсь за все дни. Но завтра последний день здесь. Я хочу провести его с семьей. А в субботу мы уже уезжаем в Москву. Вот, сейчас ребята, с которыми мы едем, наши друзья, они пошли все в магазин. А я осталась в машине посидеть. Не хочу идти в магазин. Мне ничего не нужно. Я не знаю, что получится из этого влога. Потому что иногда я не брала с собой камеру. Например, вчера вечером я ужинала с семьей. И сначала я хотела взять камеру, но потом подумала, что если я буду снимать, наверное, все будут немного стесняться и не будут искренними. И я решила, что я не буду снимать. Поэтому вчера я только днем, кажется, снимала. И вы увидите такие кусочки моего пребывания здесь в родном городе. Но я надеюсь, что вам понравится. В общем, я хочу сделать этот влог. Посмотрим, что получится. Может быть, я не так много здесь разговариваю. Но я иногда снимаю дорогу, когда мы едем. И я хочу наложить голос на это видео. И что-нибудь вам рассказывать. Поэтому я думаю, что в любом случае будет интересно. Хотя бы просто посмотреть, как выглядит типичный маленький город на юге России. Мне было бы интересно. Вот. Не знаю, что еще вам рассказать. Сейчас пока буду всех ждать. Отвечу на письма и на комментарии. Потому что у меня сегодня не было времени открыть ноутбук. Я помогала бабушке. Потом я была с собакой. Потому что он тоже по мне очень скучает. Вот мы не взяли его с собой сейчас. Просто потому, что он не очень дружит с другими собаками. А на берегу они могут быть. И мне нужно было бы следить за ним. И я бы просто следила за ним. И практически не отдыхала. А так я действительно отдохну. Но мои друзья и мой молодой человек, они едут сегодня с ночевкой. Они взяли палатку и они на ночь останутся на берегу моря. Я не могу поехать с ночевкой. Хотя я очень хотела. Но моя мама попросила ей помочь в пятницу завтра утром. И поэтому я решила, что, наверное, это не очень хорошая идея. Рано утром возвращаться в город. Тем более мы едем на одной машине. И мне нужно будет возвращаться в город на автобусе или идти пешком. Поэтому я решила, что я сегодня вечером вернусь с родителями моего молодого человека. Которые тоже приедут покупаться. Ну и вечером буду гулять с собакой. Побуду с бабушкой. Потому что это предпоследний день. Потом мы уедем. И я опять буду по всем скучать. Так что мы с вами увидимся уже, наверное, когда мы приедем на море. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok